Не звоните, вот я не отвечаю на звонки, а я сразу блокирую. Такой, надо прекращать звонить, не будем мы звонить, мы будем ждать, что у нас купят. Да, SEO-оптимизация больше не работает, SEO это все, это уже прошлый век. Какого фига другие говорят, что это больше не работает? Ставь обнаженную девушку, у тебя будет охват. Просто арабы все вот эти вот толпами пойдут. В комментариях под видосами бесконечно пишут. Не звоните, вот я не отвечаю на звонки, а я никогда, а я сразу блокирую. Да и знаешь, самое ужасное, что те, кому надо задаваться вопросом, работают ли звонки, они читают вот эти вот комментарии людей, которые не занимаются бизнесом, которые не занимаются продажами, а типа их потенциальных клиентов. Коммерс считает и говорит такой, надо прекращать звонить, не будем мы звонить, мы будем ждать, что у нас купят. И они выключают вообще все варианты обзвонов. Но принимать предприниматель решения на основе каких-то комментариев, каких-то вообще рандомных людей ни в коем случае нельзя. Потому что люди что вспоминают? Мне звонят банки, мне звонят сотовые операторы, мне звонят какие-то продавцы недвижимости. Я там 4 года назад оставила заявку, они мне все еще звонят. А вы уже закрыли свой вопрос или не закрыли? И ну реально они сбрасывают. То есть у тебя на сайте стоит форма для обратной связи. Тебе человек поставил вот это самое, написал свой номер телефона. И ты ему звонишь. Человек либо ждет этого звонка, ну от тебя, ну он не может тебе звонить, он не хочет. И ты такой, не, я звонить не буду, потому что все там в комментариях написали, звонить не надо. Нельзя ориентироваться на клишированные стереотипы людей, не разбирающихся в бизнесе. Даже если ты думаешь, что это возможно мои клиенты. Следующий миф, да, SEO-оптимизация больше не работает. SEO это все, это уже прошлый век. И вот смотри, конечно, когда ты продаешь там условно там пирожки, когда ты продаешь юбку, какая нафиг SEO-оптимизация, да зачем? Какие ключевики ты будешь продвигать? Юбку, купить юбку, там сразу у тебя Валберес, Ламода, Фарфейдж, там универмаги все вырезали, и ты такой хоба на 127-й странице. Да тебя не долистают, действительно. Но если в твоем бизнесе есть информационный запрос, ну то есть там человек сидит, например, ты занимаешься продакшеном, человек такой сидит, блин, как продвигаться на ютюбе? Да, он же, возможно, он идет и ищет найти себе компанию, которая будет меня продвигать, а возможно человек вообще впервые задается вопросом, он забивает, начиная читать, он должен попасть на твою страницу, он должен прочитать там варианты, возможности, вот так бывает, вот так. И уже собирая вот эту информацию о своем запросе, ты его выводишь на продажу. Вы связываетесь и вы его продвигаете, то есть вы занимаетесь с ним вот этой услугой. Точно так же можно сказать там про салоны красоты. Нет смысла продвигать там шугаринг, где там в мытищах, да, ну как бы ты можешь, но скорее всего тебя забьют рекламной выдачей. Но если ты будешь писать статьи на тему там, как ухаживать за чем-то, за ногами, за волосатыми ногами, да, а что делать, какие варианты вообще эпиляции есть и так далее, и так далее. Человек через информационный запрос может к тебе прийти. Ты за это не платишь. Это для тебя дополнительный источник трафика, бесплатного трафика. Почему бы не оптимизировать свой сайт под эти ключевики? Понимаешь, то есть есть разная степень готовности у клиента покупать. Те, кто уже ищут конкретно сейчас и быстро, не надо. Под них все оптимизация не нужна. А для тех, кто ищет информацию, вот под них нужно оптимизировать свои сайты. Если у тебя просто переведет на салон красоты, да, сразу на салон, как бы это не то, это не то, что человек искал. Он искал не салон, а он искал почитать, почитать, посмотреть, да, в YouTube, например. Поэтому он должен прийти туда, где он увидит вот эту информацию, где он закроет свой запрос. И в этой, вот в этой информации у тебя должна быть дальше уже простроен маршрут. Да, а для того, чтобы почитать вот это, вот сюда, перейди на это видео. То есть вот этой своей воронкой ты человека прогреваешь. Дальше он оставляет свои контакты, и ты уже ему звонишь сама. Притом, что всегда, не звоните мне. Вот тем звонить другим не надо. Звонить тем, кто остался запрос, надо обязательно. Людям проще, когда ты им звонишь, чем им тебе звонить. Людям вообще сейчас, вообще вот этот страх звонков, не только входящих, а и исходящих. Людям страшно звонить незнакомым людям. Мы все привыкли переписываться. И если, конечно же, идеально, если есть возможность попереписываться, это лучше. Да, если, ну, а кто-то говорит, я не могу переписываться. Я, блин, за рулем в смысле переписываться. Есть некоторые вещи, которые невозможно обсуждать в переписке. Ну, невозможно, потому что переписка растягивается на несколько суток. О какой переписке идет речь? Тогда ты договариваешься на звонок и звонишь. Либо кто-то говорит, не звоните мне ни в коем случае. У меня спит там ребенок, или я там сижу на совещании. Не надо мне звонить, я говорить с вами не буду. Пиши. А кто-то говорит, слушайте, ну, хватит уже мне писать, давайте мы созвонимся. То есть мы должны подстраиваться под клиента, с которым ты разговариваешь, а не под тех, которые в YouTube пишут свои какие-то комментики под видосами. И еще говорят, что хэштеги больше не работают. Типа хэштеги работали в 2016 году. В 2016 году они действительно работали, но по-другому. Достаточно было ставить хэштег весна Москва, любовь Париж, и как бы и все, и ты залетал, и к тебе шел какой-то трафик, на сегодняшний день такие модели продвижения тоже не работают. Но если ты разбираешься хоть немножко в SEO, да, если ты понимаешь вообще запросы твоего целевого клиента, и понимаешь, какие они должны быть, откуда они придут, куда они придут, как они должны дальше вот этот маршрут ему простроить, то ты просто в хэштеге зашиваешь свои ключевики, и ты получаешь трафик. До сих пор многие люди и ищут информацию в институте через хэштеги. Какого фига другие говорят, что это больше не работает? Раньше, помнишь, как говорили, ставишь там 10% высокоохватных, высококликабельных, потом там 70% средних и там еще чуть-чуть низких. Нет смысла ставить высокочастотные ни ключевики, ни хэштеги. Ну зачем? Зачем? Если ты будешь просто продвигаться через свои юбки через слово «Москва», ну кто к тебе придет? Зачем им? И тоже нужно понимать, да, а как они тебя в выдаче увидят? Ну то есть там забивают, не знаю, там салон красоты в мытищах. И ты должен визуально представлять, да, какую картинку они увидят у себя на странице, то есть что им попадется. И ты вот в этом вот всем поле, ты должен быть самым привлекательным, самым ярким. Это вот то, куда люди не смогут не кликнуть. То есть просто хэштег, это еще не значит, что и они повалили, да, какая выдача будет, что они там увидят. И иногда там надо ставить тексты, иногда там надо ставить обнаженную девушку, иногда там надо ставить природу, потому что у всех обнаженные девушки. Да, то есть какая у тебя выдача будет, да, кем ты будешь среди всех вот этих? И все, человек переходит туда, что было самым ярким, самым заметным, отвечающим ему запросом. И дальше главное, куда он перейдет, что он там дальше увидит? Он увидит пост, он его должен прочесть, и куда он дальше пойдет, что дальше после этого поста будет. То есть вот эти маршруты нужно простраивать, тогда хэштеги будут прекрасно работать. Ты знаешь, какой ужасный ужас, я иногда вижу в комментариях, когда пишут, что СММщик не отвечает за заявки. Я говорю, а за что СММщик отвечает? Он отвечает за охваты. Я говорю, окей, сделал СММщик охваты, дальше что? Ну, а дальше там уже кто-то должен продать. Я говорю, твоя, какая моя функция охваты? И вот ты понимаешь, я вопрос, я всегда пытаюсь добиться, а среди кого ты делаешь охват? То есть если ты не отвечаешь за заявки, у тебя нет вообще никакого, никакой даже мысли приводить заявки, ты охват среди кого делаешь? Ставь обнаженную девушку, у тебя будет охват. Просто арабы все вот эти вот толпами пойдут. Кому ты там продавать возишь свои юбки? Ну, кто там их купит? Понимаешь, или кто-то говорит, что у СММщика главная задача это регулярный постинг. Я говорю, да идите вы нахер с такими задачами, ну, то есть регулярный постинг. И как бы, и что мы дальше с этим делаем? А ты там что-нибудь уже дальше придумывай, что с этим постингом делать. СММщик отвечает за заявки. СММщик отвечает не просто за заявки, а за заявки, которые потом купят. То есть его задача привести определенный объем квалифицированных заявок, которые будут закрываться именно с нашим чеком. Все остальное это то, что не является задачей СММщика. Так вот, такие СММщики больше не нужны. СММщики, которые просто постят, ведут странички, не знаю, делают визуал, делают какие-то стольки, шаблончики красивые. Они нахер не нужны. Если СММщик умеет делать только это, он не найдет себе работу. Максимум его, его потолок самый большой, это пятнаха в месяц. Все, больше никто за это не заплатит. Можно еще дураков найти, которые 40 за это заплатят. Больше там денег нету. А хочешь зарабатывать много, ты должен уметь работать на заявки. Работать со страницами в соцсетях так, чтобы приходил определенный объем запланированных заявок, которые квалифицируются. То есть это те, кому можно продать и покупать с нашим чеком. Все. Вот это задача СММщика. Кто умеет так делать? Надо искать место, где обучают именно этому. Не ведению страничек, не администрированию страничек, а полному комплексному подходу, маркетинговому подходу в соцсетях. У нас в Академии, в Московской Академии экономики и развития, есть такая программа. Маркетинг социальных сетей, где изучается не одна соцсеть, а все существующие. И там задача научить СММщика приводить определенный объем квалифицированных заявок, которые будут покупать с тем чеком, который нужен работодателю. Хотите разбираться в маркетинге социальных сетей? Переходите по ссылке в описании. Еще один миф, что для того, чтобы продавать в соцсетях, нужно сначала набрать подписчиков, потому что потом эти подписчики будут покупать. И вот люди заморачиваются, ищут подписчиков, да год они набивают себе подписчиков. Там набрали эту 1300 с кровью и болью, а потом нихрена не покупают, люди не покупают. Почему? Потому что набрали читателей, набрали не тех, кому нужна услуга или товар, а набрали тех, кто хочет читать про это. То есть вы сделали классный космополитен. И люди такие читают, говорят, боже, пойду каждое утро почитаю под кофеек вот эту вот прекрасную вещь. А покупать там некому. Это кажется, что если человек читает, он такой вдохновляется, влюбляется, проникается и идет покупает твой товар. Очень часто он идет покупать там за угол, там в переход метро, не знаю, фикс прайс, там еще куда-то. Люди уходят в другое место. Им там понятно, здесь они приходят почитать. Так вот, чтобы избежать этой ошибки, нужно набирать целевую аудиторию. Целевая аудитория это не подписчики. Целевая аудитория это те, кто будет покупать. То есть ты ищешь сразу клиентов. Ты сразу продаешь. Не потом, когда набрал тысячу подписчиков, а сразу продаешь. И, возможно, он станет твоим подписчиком, потому что я не знаю, что там важное он может увидеть у тебя на твоей странице. И на этом канале я уже рассказывала в предыдущих видео и о том, кто твоя целевая аудитория, и как их найти, и чего делать ни в коем случае нельзя. И как продавать, даже если ты вообще ничего не знаешь о продажах. Поэтому подписывайтесь на этот канал и не пропускайте следующее видео. А с вами была Юлия Трус. До новых встреч, в новых видео. Пока-пока.